Внимание тем, кто ковал победу. По 1 миллиону тенге получат 52 ветерана Великой Отечественной войны и по 30 тысяч 700 тружеников тыла. Это подарок от государства накануне юбилейной даты тем, кто самоотверженно и мужественно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны. Анжелика Сычева с подробностями. И все-таки мы победили. Вот так ярко и массово североказахстанцы всегда отмечали День Победы 9 мая. Чествование ветеранов, бессмертный полк, автопробег, возложение цветов, концерты. Отпраздновать юбилейную дату в этом году с таким размахом, которым она заслуживает, не получится. Эпидемия коронавируса диктует свои правила. Никаких массовых мероприятий не будет по всей стране. Но это не повод забывать о тех, кто в годы войны боролся за мирное небо. У нас на сегодня остается, по сути дела, 52 человека, участников Великой Отечественной войны. К сожалению, их из года в год становится все меньше и меньше. Естественно, государство на сегодня делает все возможное, чтобы они ни в чем, по сути дела, не нуждались. Это, по сути дела, для участников Великой Отечественной войны бесплатное здравоохранение, бесплатные проезды, бесплатные коммунальные услуги. В этом году, на 9 мая, государством выделяется по одному миллион тенге каждому ветерану Великой Отечественной войны. Победа ковалась не только солдатами на полях сражения, но и теми, кто не покладая рук и не смыкая глаз, неустанно трудился в тылу. Они работали в шахтах, вспахивали земли, стояли за станками, дежурили в госпиталях, выращивали урожай. В северном Казахстане их насчитывалось 32 тысячи. Их осталось, тружеников тыла, которые во время войны работали в нашей области, порядка 7 тысяч человек, они тоже, как говорится, огромные имели значение, вот, быстрейшие победы, как говорится, сражения нашей советской армии. Для тружеников тыла, как раз в этом году, тоже наравне с участниками Великой Отечественной войны, где-то материальная помощь порядка 30 тысяч каждому труженику тыла. Естественно, и награждается юбилейной медалью 75-летию. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.